Вот случай, который произошел с летчиком, героем Советского Союза, Валерием Миницким, во время испытания истребителя МиГ-27. Это истребитель, который впервые у нас в Советском Союзе имел точное оружие. Оно было гораздо лучше и эффективнее, чем у американцев, и точнее. Когда я взлетел, и послышал из всех команды, что самолеты сажают всем на землю, обычно это происходило, когда у нас какое-то ЧП, авария, астрофа, обнаружился известный посторонний объект. Это сильно заинтересовало, так сказать, нашу службу. Они вынуждены были посадить самолеты, а мне дать возможность, чтобы я его осмотрел. Ну, очевидно, руководители поняли, что у меня было больше шансов, так сказать, посмотреть и определить, что это за объект. Ну, может быть, и плюс опыт. Объект первоначально приняли за воздушный шар. Такие шары-шпионы тогда запускали обе противодействующие стороны. Шары были напичканы самой различной разведывательной аппаратурой, и их сбивали при первой же возможности. Меня наводили 20 километров, а 10 градусов слева там. И вот я дошел до 7 километров, а цели я не вижу. Ну, это вообще, для меня это было что-то такое, нонсенс. И вдруг инстинктивно я просто посмотрел направо. Вот, и лежи, и она висит. Шар, а дальше идет вот на конус. Ну, вроде бы вот цельнометаллическая, серебристая конструкция. Так, ну вот. И с какими-то такими небольшими, как бы, ребрами. Стоит цель. Проблем-то нету. Значит, мне ее перехватить. И вдруг она у меня пропадает. Второй заход тоже закончился неудачей. Цель опять мгновенно сместилась. Перемещение было фактически мгновенным. Что удивительно, так, именно в той зоне, так, где он действительно слабое место. Вот он же, откуда, как бы он знал эту мертвую зону. Заканчивалось горючее, и летчик был вынужден пойти на посадку. Когда после заправки истребитель поднялся в воздух снова, объекта уже не было. Земли сообщили, что в момент взлета Миницкого, НЛО резко набрал скорость и ушел, преодолев за 2 минуты 450 километров. Скорость по тем временам самолетам недоступная.